Ну что ж, меня действительно зовут Рыжов Дмитрий, и сегодня я проведу небольшой семинар для вас по общению. Итак, я хочу вам дать некоторые принципы общения и некоторые законы общения сегодня, которые позволят вам гораздо виртуознее это применять, которые позволят сохранить любые отношения, которые вы хотите, удерживать человека в общении так долго, как вам это нужно, делать так, чтобы он сам хотел общаться, чтобы он чувствовал, что вы его понимаете, и чтобы он готов был общаться с вами. Интересно это? Да. Хорошо. Ну давайте продолжим. Итак, что такое общение? Мы с этим сталкиваемся постоянно в жизни, и мы видим такие ситуации, что люди иногда просто говорят, 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 и со стороны кажется, что они общаются. А иногда ты смотришь, что они молчат. Калининград, но ты бы многое отдал за то, чтобы вот так вот помолчать с кем-то вместе. И я как-то давно еще, я иду по городу в Калининграде, и идут две бабушки. Калининград. Так. И идут две старушки, и они так общаются. Я думаю, боже, у нашего мира есть шанс. Если так вот старушки общаются, ну, наша планета точно выживет. И мне так было интересно, они с таким энтузиазмом, значит, разговаривают, я думаю, проходя мимо, я замедлюсь и послушаю о чем. И я так замедлился, иду рядом с ними, они меня не замечают. И я вдруг через секунд 20 понимаю, что одна говорит про картошку, а вторая говорит про внуков. И они друг друга не слушают вообще. И любое, как бы, общение, знаете, вот так вот кавычки устно показываются. Любое, как бы, общение в жизни, когда один человек, знаете, там, привет, привет, как дела? Как Сажа Бела? А у тебя как дела? Ну, пока не родила. Ну, пока, пока. Общение ли это или нет? Нет. И нас это не устраивает. Так вот, общение, это обмен идеями между людьми через какое-то пространство. Что такое идея? Это какая-то основная, главная мысль, которую человек хочет передать. Сейчас я подробнее разберу. Кто был на таком семинаре, или на семинаре по продажам, или на семинаре по общению? Да, вы, вы. У меня были, да? Нет? Хорошо. Да, Ярославль, да? Благовещенск. Благовещенск, Благовещенск, точно. А у нас с вами было управление временем. Делегирование полномочий и управление временем. Отлично. Ну что ж, тогда вам будет интересно. Итак, если общение это обмен идеями, то вот смотрите, человек идет по улице, у него заболела спина. Вот он вот так вот стоит, прям всем видом показывает, что ему больно. Вы к нему подходите и говорите, болит спина, помочь вам? Что обычный человек говорит? Нет, спасибо. Он говорит, нет, спасибо. Ну, по крайней мере, в Калининграде так отвечают, да? И ты видишь, что всем своим видом он показывает одно, а говорит другое. И проблема с общением часто в том, что слова расходятся с основной идеей, которую человек передает всем своим внешним видом, образом жизни, поведением, скоростью, эмоциями, выражением лица и всем прочим. Женщины это прекрасно знают. Если муж приходит домой, да, она сидит там расстроенная или злая, и он говорит, как дела? И она говорит, нормально. Если в этот момент он реагирует на слова, ну, как бы откликается на слова, он говорит, я же проходил курс, надо дать подтверждение, он говорит, я тебя понял. Раз все нормально, я тогда с мужиками на хоккей. Так вот, что с ней произойдет? Да все, она просто, ну, ему голову оторвет. Он говорит, ты со мной не общаешься? Он говорит, как я не общаюсь? Ты мне сказал, что все хорошо, я дал подтверждение, смотри, по формуле общения Хаббарда, понимаешь? Вопрос, ответ, подтверждение, все нормально, какие претензии? А она ему готова просто перегрызть вот здесь вот. Почему? Потому что общение это не слова. И на самом деле слова это примерно 5% от того общения, которое человек излучает в окружающий мир. А может быть 10%, может быть 15%, но это очень маленькое количество. Иногда вы можете просто забыть про слова, просто выключить звук, перестать слушать, начать просто смотреть, и вы начнете получать общение гораздо больше. Вы начнете отсеивать лишнее. Люди это часто чувствуют. Так вот, сколько вам нужно времени, вот если вы посмотрели фильм хороший, вы вышли из кино, вам звонит друг, говорит, ну как фильм, сколько вам нужно времени, чтобы ему передать вот основную идею про этот фильм? Сколько нужно времени? Две, около минуты. Минута, пару минут. Иногда несколько секунд ты говоришь, классно, или супер, сходи. А чем? Фильм про любовь и про войну, очень эстетичный, хороший конец, все, сходи. 10 секунд. И ты передал идею. Ты же не начинаешь говорить? Он говорит, как фильм? Ты говоришь, ну сейчас, слушай. Paramount Pictures. И потом полтора часа там. Тра-та-та-та-та-та. Ту-ту-ту-ту. Так вот, человек также передает идею своим образом жизни, эмоциями, скоростью действования. Тем, даже о чем он говорит. Вы шкалу тонов уже проходили? Ну, видели, по крайней мере. Есть буклет по шкале тонов. Да, и там еще есть такой еще один буклетик, где есть таблица оценки человека. Видели, нет? Еще не дошли. О, у вас еще много всего впереди. О, у нас сюда газа не делится. Да, да. Время есть. Так вот, к чему? Мы сейчас можем не смотреть. Там есть один из пунктов, по которым оценивают человека, и от которого зависит, в каком он тоне. Люди в низком тоне говорят только про разрушение. Ты ему говоришь, слушай, у нас запустили новый мост. Он говорит, все равно сломается. Или ты говоришь, смотри, мы создаем новое подразделение. О, опять будут убытки. Или там, о, еще опять ночами нужно будет шляпой писать или еще что-то делать. И он во всем ищет только разрушительные или отрицательные моменты. Это один из показателей, что человек не в высоком тоне. В высоком тоне ты говоришь, у нас убытки. Ты говоришь, о, придется реорганизовываться. Понимаешь? Он во всем ищет плюсы. Так вот, что такое общение? Это основная идея, которую передает человек. И вы помните, что в жизни есть такая вещь, как цикл действия. Цикл действия, возможно, вы слышали, возможно, нет. Это то, из чего состоит любое действие. Любое действие всегда как-то начинается, как-то я нарисую, всегда каким-то образом изменяется и каким-то образом заканчивается или останавливается. Начать, изменить и остановить. Это то, из чего состоит любое действие. Ты начинаешь, тебе нужно найти слово, например, в словаре. Ты просто к нему потянулся, дотронулся, это начало действия. Ты его листаешь, нашел слово, прояснил, посоставлял предложение, закрыл словарь. Это конец действия. Это и есть то, из чего состоит любое действие. Маленькие действия состоят в начать, изменить и закончить. большие действия состоят из много из большого количества начать изменить закончить начать изменить закончить начать изменить закончить начать изменить закончить например строительство дома выбрать место выбрать проект ну это все должны быть законченные циклы приобрести землю нанять компанию или там если ты сам строишь завести стройматериал завести рабочих высыпать рабочих разбудить рабочих это все отдельные циклы и если ты хоть какой-то цикл не закончил весь конечный результат тоже под большим вопросом будет логично то есть и стройматериал завез но не разгрузил вот такой глупый пример если цикл действия не заканчиваются конечный цикл но весь большой не будет закончен в общении тоже тоже есть цикл общения вот тут если я нарисую еще раз а давайте здесь не все вот человек что-то спрашивает или говорит второй что-то отвечает и первый после этого ведь это две составляющих должна быть третье вы об этом знаете и может быть слышали вот я спрошу у вас есть вот нет 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 у кого есть вот у вас есть я спрашиваю сказать и просто сколько время спасибо я спросил сколько времени вас как зовут спасибо елена ответила два часа я говорю спасибо что такое спасибо да какая-то обратная связь и это называется подтверждение цикл общения состоит еще всего из трех составляющих вопрос или какое-то утверждение ответ человека и подтверждение и когда например когда мы кого-то спрашиваем о чем-то или мы просим или даем указание даем приказ так сделай вот это мы дали приказ он это выполнил мы ему даем обычных уходе какое-то подтверждение говорим спасибо или молодец или плохо сделал да а если мы не подтверждаем незаконченное общение люди чтобы общаться какое-то внимание прикладывают ну что такое внимание когда человек направляет свой интересно что-то чтобы общаться или чтобы что-то делать нужно направлять интерес друг на друга вы видели людей которые общаются но интереса друг на друге нету где-нибудь ну например там в баре две подружки сидят они могут общаться каждый о своем как те две бабушки друг на друге если внимания нет у них и общения нет так вот если они друг на друга направили внимание но цикл общения был не закончен подтверждение первый человек не дал то внимание второго здесь застревает он начинает расстраиваться на эту тему у вас когда-нибудь бывали с кем-то расстройство в жизни так я хочу вам дать один очень важный закон с чего начинается любое расстройство или любая проблема во взаимоотношениях с другим человеком интересно вам это хорошо как как дела вы еще здесь и так это важный закон любая проблема во взаимоотношениях между людьми берет свое начало в первом незаконченном цикле общения с этим человеком когда был первый момент когда вы ему не дали подтверждение или он вам не дал подтверждение с до этого момента у вас в отношениях начинается проблема муж пришел домой говорит так приготовь мне поесть жена приготовила ему накрыла он поел и ушел вообще не сказав спасибо когда он вернется вечером потом или на следующий день что его ждет и сюда если он на следующий вернется ладно он на обед приехал и так быстренько сделай она сделала он покушал не дал подтверждение никакого уехал вечером приезжает так сделай поесть да там холодильники или магазина мы каждый раз это чувствуем когда ты что-то человеку сделал он тебя попросил ты ему что-то сделал помог и он вообще никак не оценил ну не дал подтверждение подтверждение это не обязательно спасибо что такое подтверждение чтобы разобраться с этим нужно разобраться с тем что такое вообще общение я как-то в прошлом году еду отсюда из резиденции ночью уже домой думаю заеду жене куплю цветов и заезжаю в розуточный магазин пока я там выбирал цветы заезжает тоже мужик хорошо одетый подходит дает 5000 рублей дай мне цветов она ведь так каких а сколько он говорит какая разница я просто ночью еду к жене от любовницы мне нужно ее хоть что-то купить и вот если муж привозит цветы но не дает при этом внимания искренне то тогда какова ценность этих цветов да никакая понятия это то чем можно сразу как бы его и причем он был настолько этичен что он розы взял с шипами он сразу подготовил себе ну внимание о общении это по большому счету обмен вниманием между людьми именно вниманием общение интересная вещь ты видишь двух друзей или ты видишь влюбленных которые сидят например на скамеечке в парке они сидят и молчат но смотрят друг на друг на друга вот так вот и ты понимаешь что между ними сейчас даже пройти невозможно то есть ты но ты не сможешь даже если ты попытаешься если между ними проскочить ты просто но повиснешь на тех потоках внимания которые между ними идут они настолько сильны они настолько чувствуют и каждый раз когда у нас только начинались какие-то отношения с друзьями или там нос с противоположным полом почему так за не запоминается начало отношений потому что другой человек интересен нам мы направляем очень много внимания на него и общение именно в тот момент прям очень сильное очень но приносящие очень много удовольствия потому что мы внимание другому даем и именно обмен вниманием это и есть общение все выполнил все молодец или можно сказать все выполнил он говорит да ты реально настоящий герой ты молодец и когда ты даешь внимание человеку это подтверждение гораздо ценнее так вот мы как бы сейчас пока вот так общими словами все разговариваем мы сделаем сейчас небольшую тренировку чуть попозже приведу один пример представьте муж например уезжает командировку в 6 утра во сколько жена встает все нормально мнение разошлись и так 4 5 или 9 ладно хорошо например она встает в 5 она все там ну его разогрела приготовил собрала с собой погладила рубашки он стал покушал быть руки а рубашку взял вещи и вообще не говоря спасибо ушел он вернется через неделю какой прием его ждет да ну ничего хорошего есть он пытается решить проблему вот именно в этот момент до спустя неделю почему со мной не общаешься она год я устала с детьми тут занималась будет я был в командировке там работал я тут тоже не расслаблялась и у них ну начинается просто битва мудрый муж понимая что общение это обмен вниманием и понимая что любая проблема в общении начинается с первого незаконченного цикла общения с отсутствия первого подтверждения он думает так где было такое что нами что сделала я и не дал подтверждения боже когда я уезжал и вот он уже он уже приехал он уже стоит с вещами его никто не встречает и он будет дорогая я тут подумал я-то уезжал неделю назад шесть утра а все уже было готово когда я проснулся во сколько ты встала он начинает ей давать подтверждение так но она ведь всю неделю про него уже там всем подругам рассказывала если теперь она примет это подтверждение она станет ужасно не право ну не право в том что она про него это фигуре и она он говорит во сколько же ты встала она ведь ой петь вот не надо вот это вот это вот не надо все 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 проехали она не принимает подтверждение потому что иначе это сделать неправой ее и мудрый муж осознавая это не остановится продолжит он скажет на правда правда я ведь понял что все было готово ты котлеты разогрела с собой собрала рубашки погладила сумки упаковала во сколько ты встала в пять в четыре и он ей направляет внимание свое не слова а именно вот внимание и она как бы чувствует вот это искреннее внимание на впускает его в себя потому что она это приятное внимание иногда ну в пять встала спасибо тебе огромное и она как бы получила подтверждение цикл закончился она сейчас эти все приготовлю побежала на кухню все сделала он кушает она вокруг него ходит так выше теперь же у нее новый незаконченный цикл она то всю неделю про него рассказывала и она говорит ты меня прости я всю неделю про тебя говорила что ты такой плохой а ты мне такой хороший она ему вывалила тот цикл который у нее висел тоже незаконченный он говорит да ладно ну я же сам там все создал я такая не сердишься нет ну все и прям раз и у них отношения восстановить ты не восстановишь отношения пытаясь склеить что-то в настоящем моменте времени если подтверждение отсутствовал где-то в прошлом точно так же как строительстве дома если ты завез но выгрузил материала не туда строители перевез бестолковых единовых до сих пор не разбудил проект вообще не привез то есть если цикл действий здесь не закончены то спустя несколько месяцев нет смысла когда уже на при этом траву сеют пытаться ну что-то изменить в траве чтобы изменить стены ну грубо говоря понимаете то есть это слишком поздно на цепочке уже слишком далеко проблема всегда вот здесь вот так вот о человек без головы нарисовал боже незаконченный цикл видите внимание застряло пришлось вернуться каждый цикл который мы не заканчиваем в нем застаревает кусочек нашего внимания нам придется туда вернуться и незаконченный цикл общения кто-то из вас начинает сейчас думать например что боже да сколько их было как это все вспомню в этом есть но большой минус ну такое что у нас есть незаконченные циклы но в этом есть некоторые плюс мы их все помним потому что на этом застряла наше внимание в каждом незаконченном цикле застряла внимание нет такого что цирк ты цикл не закончил с кем-то общения и навсегда об этом забыл и все нет он потому и не закончил что там остался кусочек нашего внимания ты можешь их вспомнить как сейчас мы с этим разберемся как как дела кому это кажется полезным хорошо хорошо так вот самая ценная валюта в мире как ни странно это как вы думаете что да откуда вы знаете это внимание настоящее искренне живое человеческое внимание это то что мы пытаемся получить от наших сотрудников ну посмотри на меня ну вообще включи голову ну по присутствию я тебе все расскажу я тебя научу как работать ты будешь работать ты будешь зарабатывать просто ну по присутствую здесь и очень многое как ни странно зависит вот от чего вы знаете из чего состоит любой человек у любого человека есть тело логично у любого человека есть разум ну или мы так до свадьбы думаем что такое разум разум это просто записи в но в виде прямо картинок которые можно вспомнить записи того что человек уже пережил вот вы помните что вы сейчас кушали на обед да вот можно прямо на это посмотреть как на картинку вот это вот и есть работа разума разум это просто записи всего того что с человеком произошло нарисую как кучу картинок иногда их человек видит иногда человек не видит ну тем не менее это не значит что он если он не видит свое прошлое прям вот полностью прям вот четко это не значит у него прошлого нет да то есть разум в любом случае есть записи эти есть и следующая вещь когда вот вы достигаете своей цели у вас какой-то огромный успех или большая победа кто чувствует радость вот кого-то вот распирает во во может сказать что ваше тело вот распирает от радость можно но когда например у нас куда поражение или мы поссорились любимым человеком кому плохо кому больно вот нам каждому из нас больно ли телу вот если сковорода была то возможно больно телу если не было каких-то колючий режущих и сковородильных предметов да но тогда каждый чувствует что у человека есть какая-то составляющая которая она не материальная это и не тело и не разум что разум это просто как будто набор фотографий просто запись того что человек пережил ну вот больно мне вот или я чувствую боль или я чувствую огромную радость которую меня аж распирает я куда бы ни посмотрел вот просто меня прет эти если я если тело закроет глаза меня все равно придет и вот эта составляющая не материальная мы можем назвать ее индивидуум индивидуум это и есть сам человек да будьте индивидуум а теперь вопрос чье внимание то вот из этой всей святой троицы чье внимание самое ценное ну или вообще чье внимание имеет ценность да не тело не разума разум вообще не может уделить внимание потому что это просто ну как будто вот до флешка с фотографиями тело ну как бы тело ладно это тело через тело человек уделяет внимание но когда мы например ругаем ребенка если вы его ругаете или там подчиненного вот он к нам заходит такой и ты можешь трата да 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 и он так делает вас это устраивает нет нет что вы говорите а если вы вот сюда смотри ну на меня посмотри и он может даже так делать ну да они сами вскрывают себя но он как бы даже так взгляд тело направляет а там пусто вообще пусто это чего хотим чего мы хотим добиться от сотрудников чтобы вот у них такой взгляд такой он прям присутствует этим да что еще надо что сделать всего девять вечера говорите но это может быть слишком идеальная картина но мы пытаемся получить его внимание его внимание и одно из определения слова индивидуум которая у хаббарда встретила она меня просто но поразила индивидуум это человек который находится в полном согласии с самим собой 24 часа в сутки и что интересно люди даже наши сотрудники которые где-то косячат которые бестолковые они все равно в согласии с самим собой то есть у них там все в порядке он объяснит себе почему он это украл то есть ну у него с ним там все в порядке и когда мы хотим когда мы вообще говорим про внимание человека мы говорим про внимание человека и тогда формула общения превращается в такую вещь человек как индивидуум как вот такое ну может быть духовное существо он через тело направляет внимание другому другой что-то отвечая направляя внимание через тело дает ответ и этот направляя внимание свое живое внимание через тело дает подтверждение если вот эту составляющую убрать общение просто исчезает возникает вот этот привет привет как дела как сажа бела у тебя когда пока не родила но пока но пока это называется машинального вообще не просто автоматическое у человека есть в разуме определенные машины как бы что такое машина это какой-то механизм который работает работает и работает это едешь на машине кто из вас успевает подумать о чем-то ответить на телефонный звонок конечно и как бы ты на машине есть машинально иногда ешь ой поворот проехал раз когда ты сам ее ведешь обычно ты ведешь ее очень быстро ты получаешь удовольствие от этого ты прям ты никогда не проедешь поворот то есть ты прямо присутствуешь в общении то же самое когда человек присутствует с той стороны он сам ты чувствуешь поток прямо живой энергии от него иногда семинарах я спрашиваю вот у кого есть дети вот кому нравится из вас покупать подарки детям а почему вот ему приносит подарок ты купил там за 100 долларов или за 200 что конь штуку ты ему даешь а у тебя что взамен он иногда даже ничего не говорит вот он просто несется к тебе как конь глаза горят и когда я спрашиваю слушатель на семинаре что вы чувствуете когда он просто к вам бежит он видит тебя видит эту игрушку направляет на тебя поток внимания что вы чувствуете часто люди говорят прям удовлетворение от него прямо тепло какое-то идет вот прямо ты чувствуешь душевую энергию внимание обладает достаточно большой силой мы это чувствуем мы знаем что если все свое внимание направить на свои цели то мы просто сокрушим все что на пути стоит и почему работает усилитель про что он старые моменты когда ты внимание направлял а кто-то тебе объяснял что так нельзя или это неправильно нужно вот так вот каким-то образом подавлял останавливал это уменьшает способность внимания направлять и ухудшает способность общаться и ухудшает способность цели достигать так вот я к чему когда ребенок направляет внимание мы чувствуем его живую энергию когда влюбленные направляют друг на друга внимание ты прямо чувствуешь эти потоки они прям вот ну они кажутся плотнее чем стол просто не невидимы и самое ценное внимание в мире и самая ценная валюта в мире и это то единственное за что вообще человек сделать все что угодно это кажется что он делает за деньги но вот у нас кадры агентства еще и вы бы знали сколько звонит великолепных на при главных бухгалтеров которые получают 150 тысяч компаний или там 200 они звонят и гад найдите мне какую-нибудь работу где хороший руководитель я там все разгребу наведу весь порядок все построю пусть даже там меньше платят мы говорим а почему вы оттуда уходите меня не ценят знаете принципа внимания мы прямо начинаем ей говорить что бывает такое что вы сделали ну и просто никто не замечает что вы сделали да бывает такое что вас попросили вы вообще сделали невероятный объем работы и человек просто руководитель просто сказал спасибо как бы так машинально он думать что он как бы ну он как бы думать что он вам ну подтвердил а вы на самом деле чувствуете что он вообще не оценил она да да они аж плакать начинают и мы такого человека не забираем мы звоним в компанию руководителю и гамма смотрите вы сейчас потеряете ценнейшего человека поэтому слушай сюда и мы ему делаем прям по телефону небольшую они готовы кстати потом заплатить мы им делаем просто 15 20 на 30 минут иногда моя жена сама звонит час на телефоне рассказывать им просто небольшие принципы общения про подтверждение рассказывать сколько тот бухгалтер делает и она говорит ну вы довольны будет конечно доволен я вообще не думал что она хочет уходить она работает хорошо я и как бы и не уделяю внимание все уделяю внимание тем кто плохо это одна из проблем почему компания разрушается и он говорит боже спасибо и все мы оставляем человека там и мы на этом не теряем потому что он тут же заказывает у нас еще там прораба строителей бригаду того сего помощников главному бухгалтеру чтобы ее теперь разгрузить и все мы получаем свои деньги ну вообще не проблема но мы это делаем ну не для этого потому что зная вот эти вот вещи ты не можешь мириться с тем что вокруг тебя одну расстройство есть так вот самая ценная валюта в мире и самое ценное внимание называется восхищение кто слышал слово восхищение конечно да как вы понимаете слово восхищение восторг радость да да и вы знаете что возможно это одно из определение но это не то определение которое нам нужно хороший вариант восхищение хаббард дал новое определение слово восхищение здесь к сожалению нету нету материалов и не на нормальный такой восхищение если ты прям вау вау вот так вот человеку но проявляешь восторг ну хорошо но некоторым это кажется представьте к вам приходит школа тонов да к вам приходит клиент в тоне гнева например такой так и менеджер ваш обученный весь в энтузиазме подбегать вау сейчас мы и вы увидите такую картину клиент гоняет менеджеров просто он хочет его убить потому что для него этот менеджер сумасшедший он слишком высоко по тону вы слышали уже понятие разрыв аро вот афинити реальность общения это понимание кто слышал или кто проходил нет нет еще а афинити это просто эмоциональное отношение хорошее или плохое реальность это согласие насколько у тебя много согласия с человеком или нас относительно какого количества вещей вы согласны да будет непонятно да и вот сама сам само определение доли есть вот эти вот составляющие понимания так вот разрыв аро это расстройство другими словами так называется расстройство одно из определений слова разрыв как ни странно если взять там про в спорте вот старт вот финиш вот тут выстрелили из пистолета тут стоят три спортсмена и вот они побежали там через грубо через десять минут двое бегут вот здесь вот один бежит уже вот здесь вот есть между ними разрыв да будет у них понимание не будет понимать вот у этих будет понимание они вы там а этот между ними большой разрыв вот разрыв аро разрыв понимания это и есть когда один человек слишком высоко на шкале тонов а другие слишком низко и между ними разница большая вот это разрывает понимание просто в клочья поэтому если например клиент в гневе а наш менеджер в энтузиазме у них не будет понимания я это к чему восхищение это не обязательно вау на высоко на шкале тонов человек может вот так проявлять восхищение но если второй тоже высоко для него это будет приятно если вторую низко на шкале тонов это не будет для него с чем это будет просто ну сумасшествие какое-то вообще о чем речь и поэтому когда вы смотрите например отзывы о программе усилитель мощности руководителя отзыв сразу в конце такой они там курили вообще эту неделю если он сумасшедший ты смотришь отзыв человека спустя месяц или три или шесть месяцев нужно я приехал этих уволил этих построил ты пишу во вот то что надо потому что когда сам проблемах сидишь ты там к чему я это новое определение понятия восхищения такое восхищение это просто просто одобрительное внимание которое вы даете кому-то или чему-то просто одобрительное вообще без тени не одобрения это и есть восхищение просто одобрительное там нет никаких неодобрительных мыслей просто одобрительное кажется что это слишком легко это слишком низко это слишком просто не должно быть восхищением попробуйте найти в жизни прям потоки чистейшего одобрительного внимания может быть без кучи эмоций но оно одобрительное даже в семье дорогой иди есть вчера ты вчера все остыло иди сюда это восхищение нет там внутри есть какое-то неодобрение понимаете планируем отпуск следующий поедем в отпуск поедем туда сюда да только мы не будем делать как в тот раз все уже есть какое-то неодобрение пойти почему ребенок который к нам бежит почему его внимание так ценно даже если мы его там ну что-то мы сделали нехорошие пообещали не выполнили он все забыл и он на тебя смотрит прямо в настоящем времени вот ты пришел с работы ну вот у тебя игрушка есть но игрушка это что-то дополнительное но он просто он прямо сейчас тебе направляет внимание и он рад тебе он вообще не смотрит на какие-то отрицательные вещи вот ты пришел и это здорово вот просто то что ты есть и ты пришел вот это здорово, он этому дает внимание, и вот этот тебе, ты чувствуешь, что ты готов ему отдать сколько угодно, там игрушек, денег и всего прочего. Не так много искреннего, одобрительного внимания, которое есть в этом мире, поэтому оно так ценно. Как часто наши продавцы или менеджеры, они, вот смотрите, это так, это так, и прям клиент говорит, ну вот я не думаю, и у менеджера прям тут же в уме, а сейчас и этот сорвется. И вот у него появилось первое недобрение, и с этого момента он перестает направлять поток восхищения, он начинает просто уже как бы пытаться вести клиента. Клиент это чувствует, вообще не начинает разваливаться, продавец не знает, что сделать теперь, как это все связать, и все начинает просто рушиться. В семье мы часто приходим, ну мы приходим там с цветами просто так, жена говорит, а что это ты принес, цветы? Ты говоришь, да я просто так, дорогая, она говорит, а на раз какой-то поток, ну там подозрения, этот поток подозрения цепляет у тебя, ты думаешь, боже, я и просто так, она вот, и вот первое неодобрение, которое у тебя появилось, оно и разрушает общение. Ну то есть оно раз, и то, что расстраивает, ты хотел по-хорошему, и прямо в следующие секунды что-то прям зацепилось, у тебя на линию общения попало твоё какое-то неодобрение, как бы автоматически, и ты чувствуешь, что в этот момент общение прям раз и порвалось. Общение, вы знаете, что, ну вот между нами есть пространство, да, и то, через что передается общение, это как раз через пространство, так? Так вот, вы знаете, что это ложные данные, это не так, это не так, когда вы находитесь за 9 тысяч километров от семьи или за 6 тысяч километров где-нибудь там во Владивостоке, а семья, например, в Калининграде, например, или вы в Америке, а семья в России, между вами огромное расстояние, вы звоните по телефону, ты чувствуешь всё это расстояние? Нет, ты вот, ты рядом, ты чувствуешь одно пространство, общение не передается по пространству физической вселенной, пространство физической вселенной, которое между нами, это только лишь барьер для общения, оно всегда было барьером, является барьером и всегда будет только барьером. Если я начну отходить всё дальше и дальше, даже если я оставлю дверь открытой, уйду в тот конец, мне будет тяжелее общаться, если я вообще выйду из здания и уйду куда-нибудь в лес, мне будет ещё тяжелее, если я даже буду кричать оттуда. Общение не передается по пространству физической вселенной, общение передается только по линии внимания, это как будто бы труба, которую человек протягивает от себя до другого человека, он как бы такой протягивает трубу из своего внимания и потом по этой трубе уже передаёт какие-то идеи. Может быть, я немножечко сейчас усложнил, но когда ребёнок подбегает, он прямо к тебе направляет внимание и ты чувствуешь, что как будто бы вот этот поток, он раздвигает вот этот пространство физической вселенной и ты прямо его чувствуешь. потом в ребёнок раз, внимание на игрушку убрал, раз, всё захлопнулось, пространство есть, а общение нет, ты говоришь, сынок, а поцеловать, он уже убежал. Он убежал и утащил с собой вот это внимание, потом он из дальнего конца комнаты просто на тебя глянул и как будто бы он к тебе прямо раз подключил своё внимание, и он тебе просто улыбнулся, ты прямо получил и опять раз, он и забрал. И человек, направляя своё внимание на кого-то, он сквозь вот это пространство протягивает прямо поток своего интереса и второй человек чувствует именно вот этот поток интереса, поток уважения, поток восхищения, и общение не бывает неискренним, общение не бывает неодобрительным. Ну как вы можете дать неодобрительное подтверждение или неискреннее подтверждение? Ты говоришь, ну молодцы, что вы посидели, послушали семинар, а внутри думаешь, могли бы больше вопросов задать. Ну и вот я даю вам такое подтверждение, представьте, вот мы сейчас, например, заканчиваем семинар, да, вот просто смотрите на мне и чувствуйте, что я, ну что у меня внутри происходит. Спасибо, приятно было с вами поработать. Ну и как, получили вы подтверждение? Нет. Хотя слова те же самые. Что такое искренность? Искренность, по большому счёту, меня просто часто спрашивают вот на семинарах по продажам, с чего продавцу вступать, какой фразой вступать в общение? Лучшее, что я могу сказать? Клиент заходит и скажет, идите отсюда, короче, клиент говорит, как вы со мной общаетесь? А как я с вами должен общаться? Да вы должны поздороваться. А я что сделал? А вы меня послали. Это что, неправильно? Вообще неправильно. Я что, вас расстроил? Вообще расстроили. Ну извините. Всё, они уже давно общаются. Знаете, это уже настоящее общение. Единственное, что ни в коем случае, конечно, не обученным продавцам, не давать эти принципы, а не дров наломать. Я это к чему? Если человек направляет на кого-то своё одобрительное внимание, тогда, чтобы он не говорил, ты чувствуешь, что это искренне. Потому что ты чувствуешь именно поток внимания другого человека на себе. Поток его интереса, заинтересованность тобой, а не своими мыслями. Если же он говорит тебе что-то, но внимание на тебя не направляет, он думает о себе, вот такой поток, то тогда тоже, чтобы он не говорил, ты чувствуешь что-то неискренне. Понимаете? Или ты говоришь человеку, жена говорит, ты меня любишь? Я её люблю, люблю тебя, люблю. Ну и что он сказал? Ну да, он сказал словами, короче, ну вот отвали. Или же он может ничего не говорить, он просто смотрит на жену и говорит. И она почувствовала. И человек чувствует внимание другого, именно как энергию, она не материальная, но это то, что мы чувствуем. И искренность – это когда твой интерес на том конце линии общения, на другом человеке. И человек это чувствует. Когда человек говорит неискренне, и его внимание на самом себе, он думает про свои выгоды, что-то там своё мозгует, вот вы чувствуете, что моё внимание сейчас на вас? Да. А вот сейчас, смотрите, чувствуете, что исчезло внимание? Да. Вот и всё. Я начал думать о своём, о чём-то, планировать там сегодняшний день, и всё, и это исчезает. Так вот, когда мы говорим про хорошие дороги, хорошую погоду, мы не можем этот принцип применять просто как бы механически. Ну там, тра-ля-ля, вот ты молодец, то ты это сделал, умница, даёте какое-то ему подтверждение. Подтверждение – это вообще не слова. Если подтверждение не наполнено вашим искренним вниманием к другому, если там есть хоть тень неодобрения, любое неодобрение разрушает линию общения. Вот любое. Линия общения прокладывается только искренним одобрительным вниманием. Да ты рад, что человек это сделал. Ты думаешь, молодец, что он, да, он там разбил половину, но всё-таки же пришёл рано утром и всё это сделал. Ладно, мы с этим справимся. Но вот его намерение великолепное, и ты даёшь подтверждение именно чему-то хорошему. И он расцветает, и он всё исправляет потом. Мы с вами, помните, говорили про то, что любые проблемы начинаются с первого незаконченного цикла общения с человеком. Так вот, если в том нашем примере муж встал утром, жена встала раньше, приготовил, он уехал. Нет, он всё покушал, собрался, и он ей просто говорит «спасибо» и пошёл. Было подтверждение? Нет. Но кто сейчас это видит, что слова – это не общение? Слова могут совпадать, но это редко. У высокотонных людей слова совпадают с основной идеей, поэтому с ними так легко. У людей в низком тоне – вот это тот способ, которым они выживают, а их слова не совпадают. с той основной идеей, которую они передают. Мудрый руководитель будет смотреть только на идею, которая передаётся вот всем образом жизни человека. Почему нам нужны статистики в организациях? Вы знаете, от каких слов происходит слово «ад»? Если в словарике просто посмотреть, где происхождение слов, слово «ад» происходит от двух греческих слов, в разных словарях почему-то по-разному пишется. в одном написано так «а-эйтс» по-гречески означает «не вижу». Если у руководителя в компании нету статистик, он чувствует себя иногда как в аду, потому что он не видит, что происходит, он только слушает слова, а слова часто не совпадают с делом. Он опирается на слова, принимает решения исходя из слов сотрудников. И просто у него хаос возникает. Почему саморазвивающийся бизнес и вообще вся оргсхема, все статистики дают возможность видеть, что происходит в компании? Человек выходит из этого состояния. Так вот, что же будет незаконченным циклом общения в жизни? Что будет разрушать отношения? Когда жена рано утром в 5 утра встала, чтобы это приготовить у мужа, она рассчитывала на то, что он будет ей благодарности прям, прям насыпать ее, обсыпать благодарность и деньгами сразу заваливать? Да нет, это то, что она как бы должна сделать, ну, это ее как бы ответственность в семье, но она рассчитывает на какое-то подтверждение. Да, вот он поел, встал, говорит «пасибо» и пошел. Она расстроится? Да. Почему? Ведь слова же были. Она недополучила внимание и незаконченный цикл общения – это не тогда, когда ты вообще не дал подтверждения, внимание, а когда человек, делая что-то, рассчитывал на определенный, ну, не знаю, объем внимания, которое ты ему уделишь взамен, а ты ему дал внимание меньше. Даже если были красивые слова, но в это время ты думал о чем-то своем, внимание ты ему не додал. И вот бухгалтер что-то сделал там за три ночи, отчет весь, и ты говоришь «так, Марина, сделали?» Фух, так все, с этим отлично, молодец. И она такая расстроенная выходит, ты ей дал премию, ты ей дал денег, но она как будто оскорбленная, потому что все, что ей нужно было, чтобы выпрос, сколько, три ночи. «Боже, вы наша звезда, посмотрите на нее, похлопайте». Она говорит «Ой, не надо, не надо хлопать». Говорите «Ладно, не хлопайте». «Спасибо вам огромное». И она получила внимание. Вот что значит дать подтверждение или додать. Подтверждения не даются словами. Подтверждение – это внимание, которое ты уделяешь человеку. Это внимание не может быть неискренним. Потому что неискреннее внимание – это внимание, которое у тебя внутри головы, оно о себе, о чем-то. Искреннее внимание – это просто то внимание, которое ты уделяешь другому, где интерес на том конце линии общения. И это внимание не может быть неодобрительным. Как только ты хоть какую-то тень неодобрения допускаешь, все начинает разваливаться. И линия общения начинает утоньшаться, а потом рваться. Ну, как вам отругать хорошего сотрудника, но который накосячил? Есть очень точный принцип. Не обращать внимания. Не можешь не обращать, потому что он реально накосячил. Ну, поругайте, потому похвали. Один на один. Один на один. Один на один. Да, это первый принцип важный. Объясните ему, что он допустил какую-то оплошность. Объяснить. Показать, что он нанес этим, допустим, вред предприятию и работодателю. И объяснить, что так больше делать нельзя, потому что надо придется это дело компенсировать. И предложите ему самому выбрать, каким образом сейчас он это дело сам возместит или устранит, если это возможно. Хорошо. Хорошо. Хотите добавку, которая прям улучшит этот способ? Один на один. Первое, с чего вы начинаете, когда он накосячил, он сам уже, он сам себя замкнулся обычно, и он так, линии общения нет. Чтобы вообще чего-то добиться человека, тебе нужно иметь с ним линию общения. И первое, чем ты ее открываешь, это подтверждение. Ты просто ему говоришь, ну вот смотри, ты у нас просто солнышко ясное в компании. На тебя все надежды. В прошлый год, ты там вырулил такие вещи, позапрошлый, а в начале, ты вспомни, он как бы так раскрывается, он видит кучу одобрения, он открывает к тебе линию общения, он говорит, да, ты говоришь, вот, ты правда молодец, я тебя действительно уважаю. Но теперь посмотрим, то, что было сделано вчера. Ты не говоришь, ты плохой, ты говоришь, только теперь про действия. Ты как бы разделяешь, ты говоришь, ты хороший, я это знаю. Но вот действие было неоптимальное. И дальше, прямо вот как вы сказали, ты говоришь, вот что было сделано. И он говорит, я все исправлю, я решил, я все ночами всех оставлю, мы все сделаем. Ты говоришь, без проблем. Сделав что-то неправильно, он чувствует, что про него будут думать плохо. Он не получит восхищение. И когда ты ему даешь восхищение, ему, а потом показываешь, что действие неправильное, он готов все изменить. Это сто процентов? Да, просто попробуйте. Попробуйте. Сколько у нас времени сейчас? Четыре. Четыре часа? А ты его так похвалишь, что у нас тут вот такая вот случилась? Он скажет, что случилось и что теперь? Я и говорю, если это хороший сотрудник, хороший, очень обычно производительный и толковый, он и сам переживает за то, что так плохо получилось. Но когда ты наносишь удар по нему, отсутствием восхищения, ты как бы слепливаешь кучу. И ты, и твои поступки – это что-то одно. А здесь ты разделяешь. Ты говоришь, тебя я знаю, ты молодец. Но вот этот поступок был неправильный. Он говорит, я все исправлю. Так вот, любые проблемы во взаимоотношениях всегда начинаются с первого незаконченного цикла общения. Всегда. Потом может накопиться много других циклов общения незаконченных. Было бы идеально найти самый первый, дать подтверждение и бах, и отношения восстановились. Но так бывает не всегда. Так, у нас кто-то еще записывает. Что-то повторить или нормально? Хорошо. Когда два, например, влюбленных человека… Ну, это слишком как-то грубо я сказал. Ну, парочка влюбленная сидит еще на скамеечке в парке. Они не знают, может быть, этих принципов, но они это чувствуют. И, например, что будет являться циклом общения? Вот чтобы разобраться, какие циклы могут быть незаконченными, нужно точно понять, что такое цикл общения. Любое изменение, которое произошло – это начало цикла общения. Любое изменение в поведении человека, в его настрое, в его эмоциях – это все начало какого-то цикла общения. Если мы ведем продажу, и клиент говорит, так, а вот это, а вот это, а сколько стоит… Нет, мне интересно. Рассказывайте, рассказывайте. Начался цикл общения? Да, не закончился. Изменение было в поведении? Да. Это значит, начался новый цикл общения. Он засомневался, но он об этом не говорит. Но это видно. Согласны? Мудрый продавец, он в этот момент, как только он сказал цену, и человек такой… Так, мудрый продавец не продолжает рассказывать про продукт или про цену. Он говорит, я вижу, ну, вас что-то смутило. Вы прям, ну, взгляд отвели немножко так вот, начали на часы смотреть. Он прям проговаривает то, что человек делает, и это само по себе является подтверждением. И человек говорит, ну да, меня смутило, для меня дорого. Продавец взял и связал обратно общение. Общение разорвалось, он взял его обратно и связал. Если вы приходите домой, жена сидит, кто такая, или муж такой сидит. Вы говорите, как дела? Он говорит, нормально. Что ты делаешь дальше? Ну, что ты сделаешь, чтобы общение восстановить? Общения нету. Он показывает одно, а говорит другое. Я вижу, что… Вот. А лучше… Ну, еще что виртуознее сработает. То есть, ты так показываешь, что ты это видишь. Но еще виртуознее ваше хорошее подтверждение, наполненное восхищением, одобрением. Ты просто в этот момент думаешь, ты не думаешь, блин, самого плохо и меня решил еще туда же. Это уже не одобрение. Ты думаешь, вот здорово, что все-таки он пришел домой. Расстроился, но дома сидит. Понимаешь? Меня дождался. Мне хоть что-то ответил. Не правду, но сказал. И ты направляешь внимание на что-то хорошее. И это позволяет тебе протянуть линию общения к нему, наполненную одобрением, и сказать, «Знаешь, спасибо, что ты мне ответил в любом случае, но я вижу, что ты вот прям сидишь вот такой вот, отвернулся, со мной разговаривать не хочешь, да?» Он говорит, «Да». Видимо, он уже ответил. Так бы он не ответил. И он сейчас ответил правду. Он не хочет разговаривать, и он ответил, что не хочет. Понимаете, ваш уже первый успех. Вы говорите, «Ну, я вижу, что ты мне ответил так прям…» Он говорит, «Да, а как я тебе отвечу? Я злой». Все, ты начинаешь его вытаскивать в общение. Любое изменение в поведении – это начало какого-то нового цикла общения. И ты не можешь пойти дальше, не дав подтверждения этому. Общение уже разорвется. Потому что общение – это обмен вниманием. И если человек сидит в своем, а ты пытаешься дальше общаться, он своим вниманием не следит за твоим общением. Следовательно, общения нет. Так, не загрузил вас? Нет. Ладно. Так вот, наша парочка влюбленная, которая сидит, молодой человек это прекрасно понимает. Хотя, вроде бы, он этому не обучен. Вот они сидят, молчат друг на друга, смотрят. И девушка, например, вот такую вещь делает. Сейчас посмотрите на меня. Она делает такую вещь. Вот она сидит, а потом так вот… Это вот такого размера начало цикла общения. Понимаете? Она просто так вот… Он сразу, что? Что ты подумала? Она говорит, да нет, я… Нет, что? Я сегодня спать не буду. Рассказывай, о чем ты подумала? Она говорит, да нет, я… Нет, говори! И пойти, он не соглашается, он не оставляет это. Он понимает, что что-то там промелькнуло, он не знает о чем. Пока он это не вытащит, он не успокоится. И он абсолютно прав. И он говорит, что, 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 что? Она говорит, ну, я видела кольцо там у подружки. Он говорит, какое кольцо? Где? Как оно выглядело? Какая подружка? Дай мне ей телефон. Он находит подружку, спрашивает, какое она видела кольцо, какой у нее размер, находит кольцо, дарит ей кольцо. Бах! Понимаете, у них вообще просто все восхитительно. Началось это вот с такого вот… Он понимает, что это изменение. Понимаете? А какая разница? Ребенок заплакал у тебя? Или же он просто такой… Какая разница? И то, и то – это начало цикла общения. Мы просто привыкли думать, что цикл общения – это что-то прям большое такое, да? То есть, ну, там должна быть лужа крови, да? Чтобы ты сказал, что случилось что-то там? Нет, любое изменение – это начало цикла общения. И отсутствие любого подтверждения расстраивает человека. Ну, в очень большой степени. А если так сотрудник делает? Ну, ладно, там любимые люди, они разберутся. А она все равно скажет, что она ее дожмет. А сотрудник… Дожмет он ее. Дожмет. Дожмет. Или она его дожмет в конце концов. Поделит 50 на 50 имущество. Вот подходит сотрудник так и уходит. А что? Ну, что-то же беспокоит. Что случилось? Да ладно. Да. И на самом деле это не созидательный человек, потому что если он подошел, вздохнул, вы заметили незаконченный цикл, у вас начался тоже цикл думания, то есть, что произошло. И он в этот момент говорит, да не надо, и ушел. Он подвесил ваше внимание в этом. Это разрушительное действие. Так вот, первое, наша компания это не клиника, понимаете, это не больница. Мы не обязаны этому помогать. Ну, всем подряд. Если мы будем это использовать, мы должны это использовать для того, чтобы подтверждать производящих и растить производство. Потом вы можете разобраться с остальными. Но, если… Вот еще не… А, вы только на усилителе. Если вы будете проходить саморазвивающийся бизнес, там есть очень много внимания направлено на построение первого отделения. И там есть подразделение, которое занимается этикой. Вот он вздохнул, чихнул. Вы говорите, что случилось? Да ладно. Ты его просто отправляешь в этику сразу. И там обученный специалист его сажает и говорит, что ты там вот это вздыхал? Ну, не так, конечно. То есть, ему говорят, как дела? Да нормально. Хорошо, расскажи, что в семье? Да, вот жена пьет, там, дети курят. Ну, окей. Ты как себя чувствуешь? Я не могу работать, я об этом думаю. Вот там туда-сюда. Ребенок три дня дома не был. Где сейчас? Я не знаю. Все, и администратор поэтики вытащил все это из него. А как он будет работать так? Поэтому будет мудро, если знаете про это. Вот он вздохнул. Первый показатель. Если он вам это сразу рассказывает, и вы видите, что там происходит. Человек готов сотрудничать. Если еще не рассказывает, и ты теперь хочешь и меня подвесить в этом тоже. Но оптимально это иметь секцию этики, которая все это разруливает. Ну, в бизнес-форварде. Если человек шел-шел, ударился случайно лбом куда-то, и его отправляют в этику. Потому что его внимание в другом месте, не здесь, на каких-то проблемах. Если внимание в другом месте, он не может производить. Соответственно, это минус для организации. Это секция, где есть обученный человек, как разрулить проблемы в жизни человека там, чтобы внимание вернулось на производство. У вас тоже такое должно быть. Потому что иначе этим занимаетесь только вы. А это ваше время, а это не ваша функция. Итак, ответил? Да. Так вот. И вот когда они сидят еще на скамейке, молодой человек это чувствует, он добьется. Двадцать лет спустя они сидят. Это же пара. Вечером. Да. И жена делает так. Эх, эх-х, эх-х-х, муж отворачивается делать телевизор погромче. Она говорит, эх-хх-х-х. Он говорит, слушай, что ты мешаешь мне, иди пиво мне принеси, делом займись. Он просто игнорирует даже огромные циклы общения, которые начинаются. Почему? Потому что слишком много накопилось незаконченных циклов общения. и еще один очень важный момент если но этот закон он на самом деле чуть шире любые проблемы взаимоотношениях начинаются с первого незаконченного цикла общения с этим человеком или об этом человеке и вот это уже жестко если например жена сделала мужик конь сюрприз он там купила и да он просто счастлив такого давно не было он приходит на работу пытается об этом рассказать мне там жена такой сюрприз делала там не такой купила никто она вообще тебе раз в жизни что-то купила да обычно там все деньги у тебя забирает ты понял под каблуком он хотел хорошую вещь рассказать но у него не получилось эту вещь рассказать хорошую понимаете это все перевернули не выслушали так он идет к другим мужикам мне вообще жена постоянно делать подарки всякие ну вот вчера мне подарила прям такую штуку там какую-нибудь японскую там или еще что-то там на счастье они тоже как-то это все высмеяли понятие там как-то извратили ну не дослушали его он не смог рассказать хорошую вещь про жену он приходит вечером домой жена его ждет каким с настроением она же там сделала подарок он приходит до пинает дверь она выходит да и пошла да за своими подарками если жена не знает этих принципов она я так я то здесь причем я купила выбрала позаботилась отправила его довольны на работу он пришел злой она на него начинает бочку катить он на нее я не понимаю что происходит и у них проблемы возника как ни странно она не была причиной понимаете и он даже не был причиной причиной было окружение он не смог рассказать что-то хорошее что он хотел о своей жене своим друзьям и у него появляется от этого расстройства и единственная живая причина которую он видит в окружении это кто она то есть она сделала подарок из-за этого он пытался о подарке рассказать из-за этого у него расстройство следовательно на кого вылить то он мужикам говорит они ржут ну кажется что у них все в порядке на них ты-то не вылишь а кому еще только на нее он на нее все это выливает она не понимает почему любые проблемы во взаимоотношениях всегда начинаются или с первого незаконченного цикла общения с человеком или с первого незаконченного цикла общения о человеке даже проблемы с деньгами у людей часто начинается с того что ребенок я вырасту заработаю много денег куплю маме остров мама остров мы живем советском союзе какой остров есть у нас там они на сахалине только ты будешь копать там а не иметь его рассказывать школе я заработаю много денег куплю маме остров они в ха ха деньги нужно все пропить и вообще ты столько не заработаешь он рассказывает друзьям институте они ведь ха 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 никто даже не говорит заработаешь на остров дай мне пару миллионов никто даже так не говорит никто даже не подтверждает ему что ладно заработай заработаешь дай мне это было бы хоть каким-то подтверждением согласны он это говорит ему вообще не дают подтверждение его просто но обесценивают в итоге ему 25 лет он приходит к вам на работу ты лишь у меня ты заработаешь много денег да знаете объявлением газете есть ищу зарплатодателя работодателей прошу не беспокоить так вот и он просто уже в апатии насчет денег он не хочет и муж давай давай вот это сделать сегодня вечером эти доплачу он все бросит и уйдет и ты знаете принципы ты его сажаешь и лишь слушай скажи ты когда не хотел заработать деньги кто ты что в детстве и он вдруг такой да ты же а было такое что ты кому-то пытался рассказать об этом и тебя просто не поняли и вы да да он начинает рассказывать он начинает плакать когда он это сам рассматривает он сам для себя понимаешь эти циклы были незаконченными и они для него заканчиваются и он другой я хочу может не остров но я хочу себе новую машину или квартиру дыбишь вперед вот это ты уходишь приходишь утром он еще работает понимаете в продажах это работает идеально просто если человека уже провели по всем шагам он уже должен купить но он еще сомневается обученный продавец его спрашивает скажите а вы раньше хотели это купить эту там газонокосилку он будет конечно а было такое что вы кому-то об этом говорили и вас не поняли и вы да я говорю теща я думала разумный человек не это ноги только старики косят говорю жене она говорит нет нам это не надо куда ты будешь уходить с этой газонокосилкой там я тянетом дома сиди говорю друзьям они в это только в американских фильмах мне вообще никто не понял когда он сам это проговаривает он сам для себя заканчивает эти циклы он осознает что они были незакончены он понимает что его внимание там было застрявшие внимание к нему возвращается и будет знаете что я беру он берет потому что то на чем основывается его сомнения в какой-то области жизни на незаконченных циклах общения с этим или об этом о человеке о любой области жизни о деньгах о машинах о чем угодно о достижениях о целях почему вы спрашиваете сотрудника какие у тебя цели он мнется мнется никак не скажет чувствуется что он куда-то смотрит нет я потому что он столько раз об этом говорил о своих целях его столько раз обламывали или не давали подтверждение что теперь это это болезненная вещь он думать я сейчас еще расскажу мне снова не будут подтверждение еще один незаконченный цикл общения и как ты из него вытаскиваешь он начнет осознавать сколько раз ему просто не дали подтверждений самая огромная проблема жизни в общении это отсутствие подтверждений мы можем говорить мы можем отвечать но часто мы не даем подтверждение или же мы подает даем подтверждение словами а это не слова вообще эти часто мы скатываемся к такому товарищ мой дорогой из калининграда как вас зовут дмитрий меня тоже дмитрий очень приятно вот смотрите я у дмитрия спрошу сколько время можно да мне спасибо сейчас я еще раз прошу а я я вижу да нормально итак вот посмотрите на нас и вы дмитрий скажите про сколько время спасибо был цикл общения хорошо мы удовлетворены да окей вы знаете про четыре типа обмена криминальный или преступный обмен ну вообще может быть слышали когда один человек другому что отдал взамен вообще ничего не получил до второй тип обмена это неравноценный когда кто-то что-то дал а взамен получил гораздо меньше или гораздо позже ну где-то на семинарах это когда один человек что-то дал другому взамен вообще ничего не получил это кража но например этот тип обмена разрушает отношения второй тип обмена когда человек получил а взамен отдал гораздо меньше или просто меньше или даже немножко меньше называется неравноценный обмен или обман призли позже худшего качества ну как бы без гарантии джаза там через три года третий тип обмена это равноценный когда человек что-то дал получил столько же столько же по их общему согласию то есть они оба довольны и это минимальный уровень на котором отношения вообще могут существовать неравноценные криминальные разрушают отношения везде где отношения разрушаются есть нарушение обмена сто процентов это закон третий обмен равноценный а четвертый это когда уже равноценный обмен произошел и другой дает что-то еще что-то небольшое приятное второму человеку очень приятно согласно если вы обещаете это говорите придите к нам у нас сейчас скидки тогда это не обмен с превышением то есть это еще входит сам сам равноценный обмен он пришел со скидкой купил он доволен вы довольны а потом вы даете ему что-то еще там ну какой-то подарок или там билет в кино на семью или не знаю сауну там два часа оплатили ли боулинг или просто вкусные фрукты или там шоколадка или конфеты вот тогда это будет обмен с превышением это самый мощный двигатель для организации почему это отдельная тема я к чему это эти же принципы применимы к вниманию понимаете ял дмитрий спрашиваю сколько времени я направил на него свое внимание он посмотрел направил свое искреннее внимание на меня я дал ему подтверждение тоже направив на него внимание какой обмен вниманием ну или с превышением или как минимум равноценный то есть мы оба ну дали друг другу искреннее внимание значит наши отношения пойти я могу снова у него спросить он будет готов ответить станьте и рассматривать подтверждение как слова просто забудьте об этом она может сопровождаться словами хорошо но мы обычно привыкли что она сопровождается словами а может не сопровождаться но ты чувствуешь именно внимание чужое которое касается тебя и ты чувствуешь что интерес этого человека на тебе эти именно ты ему интересен вот ну прям внимание там на тебе это значит ты получил подтверждение и мы часто там как дела нормально хорошо и прям концовку мы обрываем нужен как дела нормально молодец продолжай все и жизнь сразу меняется большинство проблем нашей жизни из-за отсутствия подтверждений и они просто либо недостаточный не соответствует тому что человек хотел бы от вас получить ну иногда люди в низком тоне пытается из вас высосать внимание с ними вы разберетесь как раз дальше на усилитель что с ними делать и как иногда это подтверждение не наполнено достаточным восхищением достаточным просто одобрительность и тогда она тоже не ценное дмитрий скрыть и про сколько время спасибо было подтверждение вы вот чувствуете как-то так то есть я вроде и сказал и как бы я так ну вроде внимание дал но я при этом подумал ну мог бы и побыстрее ответить маленькое неодобрение это как ложка дегтя в бочке меда все она все портит и ты чувствуешь что вроде все в порядке по всем формулам понимаешь все четко а что-то не так это не формула на которой можно разложить жизнь эта формула который помогает посмотреть что я сам делаю но как мы не можем улучшить любой область жизни вы не должны теперь как роботу ну так сейчас там подтверждение так сейчас одобрительное внимание спасибо ну как бы вы не будете так действовать так вот я хочу у вас как дела у вас нормально кому это ценным кажется мы будем минут через десять завершать и в конце сам мы с вами разберем как это применить к хорошим дорогам хорошей погоде но у кого уже есть ответы некоторые прежде чем ты вообще скажешь ему там ну применишь этот принцип ты должен сам направить внимание на что-то хорошее в нем посмотреть что можно подтвердить вообще в его жизни муж приходит домой жена начнет ругаться он просто смотрит и думают боже а ведь мы 15 лет что мы только не пережили и ведь это мы тоже переживем и он просто вот так вот думает я такая оствокаиваться что что все и просто конфликт исчезает потому что он начал он еще ничего не говорит он просто направляет одобрительное внимание внутри на нее и все она это чувствует она говорит что то бы он будет да нет я просто боже как это сколько мы все прошли она к кладет сковородку до пойдем так вот хотите почувствовать что такое восхищение хотите это опасная штука это опасная штука есть всего два состояния внимания у любого человека первое это когда человек вот этот человек заинтересован другим его внимание на другом или же второе состояние когда он пытается быть интересным его внимание на самом себе восхищение всегда это когда человек заинтересован другим у руководителя это легче всего получается они уже много достигли им легче направить внимание на другого человека ну вот выяснить там ну как на самом деле дела что происходит расскажи уборщица она только пытается быть интересной согласны она вот только к себе во внимание привлечь ну ладно я не буду ваших уборщиц оскорблять может быть у вас уникальные какие-нибудь вот сейчас просто чтобы вы почувствовали штука восхищение возьмите и направьте вот поток заинтересованного внимания на самом деле заинтересуйтесь знаете чем ну например вот этой схемой вот этой верхней посмотрите на него как будто бы впервые в жизни видите направьте на нее все свое внимание весь свой интерес найдите что-то что вы здесь не видели не думайте про смысл посмотрите на линии посмотрите на цвета на человечков просто заинтересуйтесь забудьте о себе полностью на 30 секунд заинтересуйтесь этим рисунком. Как дела? Хорошо, ну кто что-то интересное нашел? Ну вообще просто что-то, что он заметил, что вот вы заметили здесь? Ну внутренний поток идет и ничего не видно. Хорошо, круто. Кому было и вообще интересно на него посмотреть? Хорошо, ладно. Хорошо, хорошо. А кому было приятно такой поток направить от себя? Вот просто приятно взять и направить интересно внаружи. Кому было приятно? Хорошо, сделаем еще одно упражнение. А теперь возьмите, видите, вот эту верхнюю часть, вот эту большую квадратную штуку. Прямоугольную? Да, прямоугольную. Вот 10 секунд, направьте на нее интерес, заинтересуйтесь ей, на каком она расстоянии от пола, от потолка, какой у нее цвет, какая у нее поверхность по ощущениям, размеры. Изучайте. Да. Внимание к изучению. Хорошо. Хорошо, кто хоть что-то нашел для себя новое и интересное здесь? Люстра отражается. Люстра отражается. Так, тут что-то грязненькое там, да? Осталось. Хорошо. Теперь посмотрите на любую книжку, на любую, которую вы хотите. На 5-7 секунд. И прям вот поизучайте ее, направьте внимание на нее прям, заинтересуйтесь ей. Хорошо. Нашли хоть что-то новое там, ну или интересное? Хорошо. А кому сам поток, вот когда вы такой поток направляете, от себя, и вы ничего не хотите себе обратно? Кому сам поток приятен? Самое лучшее. Хорошо. Хорошо. Получаешь что-то информация. Да. Обмен получается. Окей. Но еще и сам поток приятен, вот такой выпускать. То есть, ты ничего не хочешь от словаря, просто вот тебе интересно. И сам поток интереса даже самому приятен. Согласны? Хорошо. Хорошо. А теперь мне нужно, чтобы вы нашли себе напарника. Разбейтесь на пары вдвоем. Давайте вы здесь будете вдвоем. Можете подсесть сюда. А можете тоже помочь? Да. Да. А вы будете тогда вот. Андрей? Андрей. И вы двое. Все. Великолепно. Великолепно. А теперь посмотрите друг на друга на 10 секунд. И вот направьте поток интереса на другого. Вообще не думайте о себе. И просто направьте поток одобрительного внимания. чем-то восхититесь в одежде, в украшениях. Не обязательно в глаза смотреть. Прям. Хорошо. Как дела? Кому приятно получить такой поток? Угу. Хорошо. А кому приятно выпустить? Ну, иногда еще немножко стесняешься, может быть. Но вот приятно отдать такой поток внимания. Хорошо. А теперь давайте разобьемся номер один, номер два. Сами решите, кто будет номер один, номер два. Хорошо. Давайте номер один. Номер один скажет номеру два. По-моему, вы хороший человек. А номер два скажите спасибо. Просто дайте подтверждение. Старт. Хорошо. Хорошо. А теперь в другую сторону. То же самое в другую сторону. Хорошо. Хорошо. Приятно? Угу. 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 А теперь сделаем такую вещь. Номер один говорит, по-моему, вы хороший человек. А номер два, прямо сделайте паузу такую две-три секунды. Во время этой паузы посмотрите на напарника и сами вот просто, знаете, направьте на него полностью одобрительный поток внимания. Восхититесь. Подумайте. Боже, как классно. Он вообще здесь. Со мной занимается. Приехал. Учится. Да и выглядит классно. Да и успешный человек. Вот просто про себя вот восхититесь. Но не озвучивайте. Нет, это не озвучивайте. А потом отправив ему этот поток восхищения на как бы на вот этой волне скажите спасибо. И вы даете подтверждение на волне восхищения. Понятно? В одну сторону старт. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Как сейчас? Как сейчас? А? Круто. Хорошо. Вот сейчас номера номер один, кто говорил, что вы хороший человек. Вы почувствовали подтверждение? Да. Да. Оно было богатым, наполненным таким. Класс. Давайте в другую сторону тоже самое. Небольшая пауза и… Спасибо. Хорошо. Как сейчас? Круто. Знаете ли вы, что любое возражение, почти любое возражение в продажах… Что такое возражение? Это то, что сам клиент создал. Он говорит, дорого. Он эту идею создал. Почти любое возражение можно обменять вот на такое богатое подтверждение. Что делает продавец? Клиент говорит, дорого. Продавец думает, боже, как он меня достал. И это туда же. Он допускает неодобрение на линию. Он говорит, даже если он говорит, я вас понял, это уже не подтверждение. Это слова. Все, уже общение прервалось. Дальше продажи нету. Но вот если продавец, клиент говорит, дорого. А продавец думает, боже, он до сих пор здесь. Он продолжает выбирать. Он мне искренне говорит то, что он думает. Вот тогда он говорит, спасибо большое, что сказали искренне. И клиент вдруг, он получил все это восхищение, и он понимает, что ему его возражения обменяли на это подтверждение. Он больше не вспомнит про это дорого. Он скажет, вау, боже, продолжает сообщение. Я говорю, сейчас для тренировки номер один скажет номер два. Скажет, по-моему, вы не очень хороший человек. А номер два, нам все равно, что нам говорят. Это не должно влиять на наш уровень расположения к человеку. А номер два, делает также паузу 2-3-4 секунды. И все равно находит что-то хорошее, что вот он здесь. Он с вами общается. Он хорошо выглядит. Он успешный человек. И вот потом на этой волне, наполненной чистым одобрением, просто говорит, спасибо, что вы мне сказали. Я понял вас. Нейтральное подтверждение, но наполненное восхищением. без капли неодобрения. Хорошо? Номер один говорит, номер два отвечает. Старт! Ну как? Тяжело, но… Ну это первый раз в жизни, пожалуй. Дальше, если потренироваться… А здесь, наверное, опыт был, если встреча с заказчиками, ну или там, когда видишь негатив, а ты его, если прошлешь, то все это дело на этом закончится просто сразу. Поэтому приходится. Да. А здесь и инструменты конкретные. Спасибо. Ну что, в другую сторону сделаем? То же самое. Не экономьте на восхищении. Пошлите такой поток восхищения, чтобы расплавило все. Старт! Хорошо. Хорошо. Как дела? Ой, сразу общение, смотрите, пошло. Уже прям не разорвать. Ну что ж, спасибо. Давайте завершим эту тренировку. Кто почувствовал… Вот это всегда чувствуется, когда есть хоть какое-то неодобрение на линии общения, и когда его нет. Всегда. Даже если ты… У урона есть упражнение по общению. И там ты учишься просто присутствовать рядом с человеком, говорить ему. Но если даже делая это… Тебе говорят, по-моему, там, вот вы нас обманули, вы там нам не предоставили вовремя. Ну там, в бизнесе. И ты просто такой присутствуешь, думаешь, так, сейчас я ему правильную вещь отвечу, я вас понимаю. Но это не работает. Это не работает. Оно не работает, если ты сам не наполняешь одобрительным вниманием свое общение. Просто не работает. Он говорит, вот вы нас вам подвели. Ты просто говоришь, ты думаешь, боже, он все равно общается, но в тоне гнева, да, но он общается. Понимаешь, другой бы, например, там, уже бы там в суд подал или в прокуратуру. Он приехал, он, да, да, ну вот его, да. Хорошо, что стекло у нас пуленепробиваемое. Вот он с той стороны, да, я его слышу. Ты говоришь, спасибо, что вы приехали и сказали. И он вдруг останавливается, потому что это восхищение расплавляет весь негатив. Он просто, он поднимается по тону, он не знает почему. Его поднимает наверх. Потому что, видите, здесь 8-0 восторг. И в другом переводе 8-0 это восхищение или вдохновение. В разных немножечко переводах, но там есть несколько определений. Но это высоко. Эстетика, восторг. Это гораздо выше энтузиазма. Когда вы просто в таком состоянии общаетесь с человеком, его поднимает наверх, и он не знает почему. Он просто всплывает. Он не может удержаться за низкие тона. Они просто расплавляются. Но они просто пшик, и их нету. И он вау, он сам вылазит на общение. И когда мы сейчас будем применять хорошие дороги, хорошая погода к людям, они не работают без основ общения. Ну, вернее, они будут хуже работать. И они будут хуже работать, если мы не будем давать подтверждение людям. Самый лучший вход в общение через подтверждение. Ты начинаешь не с того, что так, слушай сюда. Он заходит и просто смотришь, как он выглядит. Ты говоришь, сегодня ты выглядишь изумительным. Ты говоришь, да и вообще ты молодец, но на тебя вся надежда. Он говорит, да. Ты говоришь, ну то вот вчера вот этот заказ, который ты завалил. Это, конечно... Он такой, я все исправлю. Я могу сказать, что... Я уже рассказывал. Я летел, по-моему, прошлым летом в Европу аэрофлотом. И мне не понравилось питание. Я написал руководству компании. На полстраницы я написал подтверждение. Просто перечислил. Я говорю, ребята, у вас хорошая компания. Много самолетов. Самолеты новые. Экипажи вообще великолепные. То есть, ну, качество летного состава пилотов восхитительное. Обслуживание прекрасное. Все хорошо. Но вот питание вас подводит. Ну, как бы его немного, но невкусное. А вы же как бы представляете нашу страну, тем более на внешних линиях такое питание. И это я летом. Потом я лечу в Хабаровск внутренними линиями. Мы взлетели, нам приносят меню. Приносят обед, он реально гораздо больше и вкуснее. Я спрашиваю, когда произошло изменение? Выяснилось, что где-то через два месяца после того, как я написал. Да. Так вот, я к чему? Вы не можете вызвать изменения в человеке, если вы в него входите сами, как причина своим общением. Вы можете вызвать изменения, если вы входите в него подтверждением. Вы смотрите на него, на его образ жизни, на то, что он делает. Находите что-то положительное, даете этому подтверждение. Тогда он, как бы, выкатывает к вам свою линию общения. И общение никогда не бывает односторонним. Если вы внимание направили, это еще не общение. Видели в семьях? Жена направляет, внимание направляет, направляет. Муж его, ну, внимание не дает. Она говорит, почему ты со мной не общаешься? Он говорит, как не общаюсь? Я тебе отвечал. Еще вот вчера я тебе говорил спасибо. Общение только тогда, когда оба направили друг другу свое внимание искреннее, заинтересованное другим. И тебе нужно добиться, чтобы сотрудник тоже направил к тебе свое внимание. А он к тебе направит, когда ты ему дашь подтверждение чему-то хорошему, что он делает, кем он является. Ладно, как дела? Хорошо. Хорошо. Кому было полезно это? Ну, очень круто. Спасибо. Иван. Да. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.